МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир селеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях этого дня. 93-е место из 100. Макачкала – одна из последних в рейтинге по уровню зарплат. Мамет все расскажет и покажет. Первый в СКФО робот-гид начнет проводить экскурсии в крепости Наренгала. Музыка, угощения и, конечно же, призы. Компания «Электробыт» организовала розыгрыш ценных подарков. Анжи может остаться без стадиона. Офис клуба в настоящее время опечатан. Кому и почему будет отдан на Дагестанское поле, смотрите в выпуске. Махачкала – аутсайдер рейтинга регионов по уровню зарплат. Из 100 крупнейших городов страны столица Дагестана расположилась на 93-м месте. Средняя заработная плата в первом полугодии 2019 года составила более 30 тысяч рублей. Рейтинг составлен аналитиками информационного агентства РИА Новости. Согласно этому списку, больше всех в месяц получают москвичи и жители городов Южно-Сахалинск и Салихард. Дагестан готов к запуску паромного сообщения с Исламской республикой Иран. В Махачкалинском морском торговом порту есть вся необходимая инфраструктура и мощности для того, чтобы это осуществить. Как прокомментировали представители предприятия, сейчас ведутся переговоры по запуску морского сообщения во втором квартале 2020 года. Только благодаря этому проекту удастся перевозить до 1 миллиона тонн продукции, производимой в республике. Это рис, баранина, овощи, а также товары промышленного назначения. Первый в СКФО робот-гид начнет проводить экскурсии в крепости Наренкала. Его зовут Мамед. Он умеет петь, читать стихи, общаться и запоминает более тысячи лиц. По словам руководства местного историко-архитектурного музея-заповедника, робот будет радовать посетителей радушным приветствием, рассказывать им об истории Дербента, его жителях и архитектуре. Разработана умная машина российскими учеными и инженерами. И наши коллеги еще неделю будут над ним работать, чтобы приучить к танцам национальным, лезгинки, например, к стихам местных поэтов, к музыке, историческую справку, узнаваемость лиц, диалог. И в последующем в работе, наблюдая за вопросником наших посетителей, мы будем корректировать работу робота. На рынке бытовой техники Дагестана укрепляет свои позиции сильный игрок – компания «Электробыт». Она вот уже шесть лет радует дагестанцев широким ассортиментом и низкими ценами. В честь знаменательной даты руководство в сети магазинов организовало розыгрыш ценных призов. Подробнее о том, кто стал счастливым владателем новой техники в сюжете – Карина Баталовой. Музыка, сладкие угощения и много гостей – именно так отмечают свою шестилетие магазин бытовой техники и электроники, расположенный в самом центре Махачкалы, на месте бывшего детского мира. От покупателей нет отбоя. До окончания раздачи купонов остались считанные минуты. А значит, надо успеть, ведь подарков так много, что шансы выиграть очень большие. Сегодня мы решили сделать акцию для наших клиентов. С первого по шестого при покупке любого товара мы дарим купон для участия в розыгрыше ценных призов. Мы решили отблагодарить наших покупателей за то, что они проявляют к нам лояльность. Мы очень рады, что они приходят к нам, и мы им решили вот таким вот методом отблагодарить их. Отблагодарить есть чем – телевизор, стиральная машина, пылесос и многое другое. Помимо десяти крупных подарков, среди покупателей разыгрывалась масса мелкой бытовой техники. Милана Исаева – одна из тех, кому улыбнулась удача. Теперь она счастливая обладательница мультиварки. Поднимайтесь к нам, пожалуйста. Исаева Милана Османовна, правильно? Очень приятно. Я очень рад. Я надеюсь, что вам понравится эта мультиварочка «Витех». Буквально пару дней назад девушка с мужем искали холодильник. Выбор пал на магазин «Электробыт». Устроили цена и качество. С покупкой Милана автоматически стала участницей акции. Вы вообще думали, что выиграете? Нет, вообще не думала. Вообще не думала ни разу, пока ничего не выигрывала. Цены очень приемлемые. Очень даже приемлемые цены. И по холодильникам, и по остальной технике. Очень понравилось. И обслуживание тоже. С подарком пользователь. Переезжаем сейчас в новую квартиру и как раз будем пользоваться. Samsung, LG, Bosch, DeLonghi, Dyson и многие другие. Компания «Электробыт» является официальным дистрибьютором большого количества известных брендов. Помимо бытовой техники, в магазине представлены самые популярные новинки цифровой техники. В наличии также большой выбор посуды. Мы всегда мониторим наших конкурентов, если даже есть так говорить. Мы всегда даем лучшую цену. И помимо того, что мы гарантируем всегда лучшую цену, мы всегда помимо того даем еще бонусы поверх лучшей цены. У нас всегда действует бонусная система на определенные бренды и товары от 3 до 15%. Тем временем главная интрига вечера – кто же станет обладателем телевизора. Заветные цифры озвучиваются, и неожиданно им становится маленькая Марья. За подарком на подиум она поднимается вместе с дядей. Очень рады, что победили. Вам желаем успехов. Почувствуйте, что в таком мире оперативном виде. Подобная акция не последняя. Радовать своих покупателей «Электробыт» намерен и в будущем. Напомним, на сегодняшний день компания представлена двумя крупными магазинами в Каспийске и в Махачкале. Найти в социальной сети Инстаграм ее можно по никнейму lbit.ru. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Особенности преподавания русского языка в сельских и городских школах обсудили в ДГПУ. Теме посвятили отдельную научно-практическую конференцию с участием известных филологов и языковедов. Собравшиеся говорили о необходимости разработки новых методик преподавания с учетом развития инновационных подходов к изучению учебного материала. Мероприятие совпало с юбилеем заслуженного учителя Республики Дагестан Заград Магомедовой. В свои 80 лет она по-прежнему занимается преподавательской деятельностью как в родном вузе, так и в Дагестанском гуманитарном институте. Профессор уверена, богатый русский язык должны изучать не только школьники и студенты, но и педагоги, постоянно повышая при этом уровень своих знаний. Владеть русской речью – это не такое легкое дело. А еще недостаточно владеть учителю уже, который преподает русский язык, ему в совершенстве он должен научиться подготовить учащихся к окончанию школы. Песни, танцы и вкусные угощения. Ахтыцкому району исполнилось 90 лет. Юбилейную дату южане отметили весело и с размахом. Сюда съехались гости из разных уголков Дагестана. Праздник посетил и вице-премьер республики. Почетную делегацию встречали хлебом и солью. В честь праздника развернули национальные майданы. Здесь же всех желающих угощали национальными блюдами и сладостями, но больше всех гостей привлекла ярмарка ахтынских яблок. Посетители смогли не только увидеть, но и попробовать различные сорта яблок, которые выращиваются в районе. Кроме того, каждое сельское поселение представило фото-выставку про выдающихся людей села, историю, культуру и продовольственные товары. Завершились торжества праздничным концертом. Далее краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Не переключайтесь. Криминальный квартет. Задержана банда, которая на протяжении шести лет нападала на жителей Хасавюрта и Хасавюртовского района. Группировка была создана в 2013 году и состояла из четырех человек. По данным следствия, преступники совершили шесть разбойных нападений. Лидер банда скончался в результате ДТП в 2014 году. Остальные задержанные дают признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье «Бандитизм». По отношению мэрии Кизельюрта возбуждено 10 антимонопольных дел по факту незаконного распределения земельных участков под коммерцию. По мнению УФАС, городские власти допустили нарушение закона о защите конкуренции. Теперь мэрия Кизельюрта должна представить данные по торгам и аукционам. Дагестанцы среди россиян реже всех пользуются домашними телефонами. По данным Росстата, который приводит Russia Today, за последние 10 лет в России сильно сократилось количество домашних телефонов. Если в 2008 году на тысячу горожан приходилось 280 домашнего телефона, то в 2018 году этот показатель снизился до 150. При этом в республике на тысячу человек приходится 4 домашних телефона. В результате ДТП погибли два сотрудника полиции по городу Избербаш. Водитель в неслужебное время, управляя личным авто, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате от полученных телесных повреждений на месте скончались 31-летний водитель и его 25-летний пассажир. Обстоятельства происшествия выясняются. И о спорте победой борцов из Шамильского района в селении Хибда. Завершился ежегодный турнир памяти видного общественного и политического деятеля Сураката Осиятилова. 49-й по счету соревнования среди юношей традиционно проходили на коврах, расстеленных в центральном парке села. В спор за медали в течение двух дней вступили около 200 спортсменов. Они определяли лучших в девяти весовых категориях. К радости местной публики чаще других на первую ступень пьедестала поднимались вольники из Шамильского района. У них три золотые медали. Вслед за хозяевами расположились воспитанники спортшкол Хасавюрта и Махачкалы, завоевавшие по две награды высшей пробы. Всех призеров поощрили денежными премиями. В рамках торжественной части также чествовали уроженцы района Магомед Гаджи Нурова, который две недели назад выиграл бронзу чемпионата мира в Нур-Султане и отобрался на Олимпийские игры в Токио. А футбольный клуб Анжи может остаться без стадиона. Накануне желто-зеленые провели последнюю игру на Анжи-арене. Руководство стадиона из-за долгов не пускает команду тренироваться на поле. Так, махачкалинцам пришлось провести тренировку на поле одной из школ города. Офис клуба в настоящее время опечатан. Об этом сообщил в своем твиттере руководитель пресс-службы команды Сергей Расулов. По его словам, поля будут отданы под нужды новой Академии Московского Динамо. Также сообщается, что Анжи будет договариваться о проведении домашних матчей в соседних регионах. Ближайший вариант – это в Грозном. В настоящее время команда с шестью очками располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице ПФЛ. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин